Привет друзья, я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. И сегодня, как вы можете понять из названия этого видео, мы с вами поговорим о страхе и о том, как его использовать в ваших играх. Я ни в коей мере не претендую на всезнание и оригинальность, и если у вас есть свое мнение по данному вопросу, и вы хотели бы им поделиться, то не стесняйтесь оставлять его в комментариях под видео. Ну а если это видео вам понравится, то не стесняйтесь поддерживать его лайком, а если вы не подписаны на мой канал, то подпиской на него, ибо это очень и очень поможет в его продвижении. Также я хотел бы добавить, что создание качественного материала и видео, это весьма затратный и трудоемкий процесс, и если бы вы рассмотрели вариант поддержки моего канала посредством патреона или вконтактовского доната, то это было бы очень здорово. И огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал. Спасибо вам, друзья, ваша помощь в развитии канала просто неоценима. Ну а теперь давайте вернемся к нашему видео и попробуем разобраться в основных составляющих такого сложного понятия, как страх. Опять же повторюсь, это не видео по психологии, а попытка разложить страх на компоненты и показать, как можно использовать его в ваших хоррор-приключениях, чтобы они не скатились в фарс или комедию. Итак, если делить его на этапы, то первым будет самый простой – это беспокойство. Если вкратце, то это осознание того, что в этом мире что-то не так. По сути, создание атмосферы беспокойства – это фундамент для хорошего хоррора. Обычно в киноиндустрии это достигается за счет тревожной музыки, странных углов съемки или же неадекватного поведения персонажей. Переводя это в ролевые игры, я бы посоветовал добавить тревожную музыку и указать на некие странные вещи, которые окружают партию. Например, у всех жителей деревни отсутствует указательный палец на левой руке, или же она окружена богатыми ягодами-кустами, но к ним нету протоптанных тропинок. То есть получается, что что-то здесь не так, но это не представляет непосредственной угрозы и очерчено, скажем так, достаточно туманно. Следующим этапом у нас идет кошмар, или неподтвержденное подозрение того, что что-то здесь неправильно, и это что-то уже здесь, оно уже рядом. Это как чертик из табакерки Шрёдингера. Пока вы ее не откроете, вы не получите ответа на свой вопрос. Классический пример – это жители деревни, которые с закатом солнца спешат запереться в своих домах, а спустя час с улицы начинают доноситься странные и откровенно тревожные звуки. И всегда есть место сомнению. Возможно, жители деревни просто суеверные, а эти странные звуки издают собаки, которые копаются в мусоре в поисках вкусных объедков. И вообще никакой монстр не зайдет в город после захода солнца. Но при этом, может быть, это действительно монстр, и он действительно может быть там, внизу, прямо под вашими окнами. Кошмар – это неопределенная возможность вполне себе четкой опасности. Это как найти труп жертвы маньяка, при этом не зная, рядом убийца или нет. Обратите внимание, как здорово выстраивается кошмар на фундаменте из обычного беспокойства. И представьте себе, насколько пустым было бы ваше приключение, если бы вы решили избежать закладки этого фундамента. И еще Хичкок говорил, что в фильмах ужасов страшно именно зловещее подергивание дверной ручки и та неопределенность, что за этим скрывается, чем если бы дверь открылась от удара ноги и в помещение ворвался окровавленный маньяк с топором. Помните, что хорошие приключения, как и фильм или книга, процветают или погибают от наличия или отсутствия устрашающей атмосферы. А далее у нас с вами идет удушающий страх или жуть. Это осознание того, что угроза имеет место быть, что она реальна, но пока еще она себя не проявила. Если говорить о фильмах ужасов, то это самый страшный момент фильма, когда зло уже рядом, но оно еще не раскрылось. Представьте себе, что это партия героев, которые находятся в таверне и слышат снаружи явно нечеловеческие шаги и очень странное дыхание. И по факту перед ними стоит простой выбор – бежать, сражаться или прятаться. Чем дольше и больше чудовища находятся скрытым, тем страшнее будет игрокам, поскольку их воображение рисует монстра гораздо более страшным, чем это сделает самое яркое ваше описание. И это приводит нас к последнему этапу страха, а именно к самому настоящему ужасу. Это панчлайн страха, апофеоз хоррора, встреча со страхом лицом к лицу. По логике он должен вызывать крики и испуганные вздохи, но по факту это один из самых слабых элементов страха. Дело в том, что стоит ему проявиться, как вся заботливо и старательно выстроенная вами пирамида страха разваливается и участников отбрасывает на исходные позиции. Но сами посудите. Вот дверь разлетелась, в нее влетел монстр, и если мы с вами играем в какой-нибудь ДНД, то, скорее всего, на этом этапе игроки бросают инициативу, чудовище из загадочного и ужасного становится просто набором атрибутов и схватка с ним выступает в роли катарсиса для партии. Так что если вы хотите сделать правильное хоррор-приключение, то вы должны понять, что это вполне себе известная и традиционная арка. Беспокойство, кошмар, жуть и ужас, как вишенка на торте. Для простоты восприятия вы всегда можете представить себе американские горки и ваших игроков, сидящих в вагончике. Беспокойство появляется, когда вы уже садитесь на аттракцион. Кошмар наступает тогда, когда вы едете вверх. Жуть – это тот незабываемый момент, когда вы понимаете, что сейчас ухнетесь вниз, ну а ужас – это непосредственно само кричащее падение и достойное завершение аттракциона. И главное – старайтесь не перебарщивать с отдельным типом страха. Например, если вы передавите педальку газа с беспокойством, то на выходе вы получите что-то типа семейки Адамсов, где все кажется странным, но совершенно не пугает. Перестарайтесь с кошмаром, и на выхлопе вы получите шоу под названием «Монстр недели». Если же со страшной силой форсировать жуть, то вы просто получите пародию на кучу фильмов, книг и так далее, и смотреться это будет очень дешево и откровенно похоже на фарс. Ну а с ужасом и того все проще. Если с ним перестараться, то ваша игра очень быстро превратится в кроваво-кишочный фестиваль насилия. Так что будьте благоразумны и постарайтесь отбалансировать сочетание всех этих компонентов в вашем приключении. На самом деле, не существует идеальной формулы хоррора, иначе бы хороших ужастиков не было бы так катастрофически мало. Я уверен, что экспериментируя с этими уровнями страха, вы вполне сможете создать интересное и необычное хоррор-приключение. И вот вам несколько советов в помощь. Для начала установите рамки нормальности в вашем приключении. Я к тому, что если ваша партия регулярно месяц с демонами и нежитью, то едва ли вам удастся создать качественный хоррор с участием этих существ. Возьмем творчество Лавкрафта, к примеру. В его рассказе, который называется «Морок над Инсмутом», одноименный город – очень странное и зловещее место, населенное, как позже мы выясним, культистами, да еще и рыболюдьми. Но то, что Инсмут – это странное место, мы понимаем сразу. Потому что наш герой стартует в нормальном городе, и мы можем понять, что есть норма для этого сеттинга. Далее мы должны обозначить угрозу. И вот на этом этапе уже начинается отклонение от нормы. Опять же, в киноиндустрии это проще реализовать. Но и в ролевых играх это можно сделать с помощью неигровых персонажей, например. То есть, какой-нибудь путешественник может обмолвиться, что у деревни, куда они держат путь, плохая репутация и в окрестностях ходят слухи о Вервольфах. На этом же этапе неплохо показать, на что способен их потенциальный протагонист. Например, это может быть тело рыцаря, который прибито к верхушке сосны, или труп, у которого отрезаны все пальцы, или массовое захоронение его жертв. Это все лишь примеры. Выбирайте то, что больше подходит под ваши приключения. А теперь, когда у нас очерчена граница нормальности и обозначена угроза, настало время перейти к указателям. Короче говоря, это способы показать монстра, не показывая самого монстра. Самый простой пример – это датчик движения в чужих. Он начинает пищать, когда рядом есть движение, и мы понимаем, что вот действительно рядом поблизости ходит монстр, и скорее всего, он там даже не один. И это позволяет вам выстраивать атмосферу кошмара, не задействуя при этом самого монстра. И вот после того, как с помощью указателей мы создали атмосферу кошмара, хорошей идеей было бы разрядить ситуацию. Опять же вернемся к чужим. Вся та напряженная и кошмарная атмосфера, которая была выстроена в ожидании приближающегося чудовища, разрядилась, когда стало понятно, что это не злобный ксеноморф, а испуганная девочка-колонистка. Дайте игрокам небольшую передышку. Ну или если вы особо коварны, то в этот момент всеобщей расслабленности вы можете застать игроков врасплох. Но я бы все-таки посоветовал поиграть с партией, прокатив их на американских горках, то есть дать им несколько горочек для разминки и попроще, чтобы в конце устроить большой бодобум. И финальным этапом будет вначале плащ, а потом кинжал. Плащ это тот этап, когда игроки видят опасность и понимают, что она неизбежна. И я снова обращусь к чужим, а именно к сцене, когда десантники видят, что у автоматической турели осталось 0 патронов, и чужие уже приближаются непосредственно к ним. И финал вашего приключения – это кинжал, то есть непосредственно сама атака и абсолютный ужас. И даже на этом этапе, на финальном противостоянии, я бы посоветовал вам не подробно описывать монстра, а давать расплывчатое описание. Огромное многоглазое чудовище, будто бы сотканное из мрака, дает больше пищи и дровишек для страха ваших игроков, нежели чем подробное и точное описание того, с кем они имеют дело. Более того, если ваш намек будет вовлекать все органы чувств персонажей, то обычная драка с каким-нибудь животным с фермы может стать самой настоящей легендой среди игроков. И все благодаря мастерскому описанию и степени разогретости фантазии партии. Так что смело используйте эти приемы, и я уверен, что у вас получится очень интересное и захватывающее приключение хоррор. А я на этом свое видео заканчиваю и желаю вам только ярких и очень интересных игр. От винта, друзья. До новых встреч.